МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, что ожидает севастопольцев 1 марта? Приход весны и новое качество тех управляющих компаний, которые на сегодняшний день заходят на рынок города Севастополя и будут управлять многоквартирными домами собственников нашего города. А какие формы управляющих компаний предусмотрены законом? На сегодняшний день в соответствии с жилищным законодательством и гражданским кодексом есть государственная форма собственности, муниципальная форма собственности, частная и смешанная форма собственности, когда присутствуют те или иные участники какого-либо предприятия. А на сегодняшний день уже известно, сколько городских, не городских, а государственных компаний будет у нас в городе? На сегодняшний день в декабре прошлого года правительством Севастополя было создано 9 государственных управляющих компаний города Севастополя. Управляющие компании – это три управляющие компании в Гагаринском районе, две управляющие компании в Ленинском районе, две управляющие компании в Нахимовском районе и одна управляющая компания в Балаклавском районе. Но буквально недавно готовится сейчас решение, возможно, о создании еще одной государственной управляющей компании в муниципальном образовании город Инкерман. А если мы заговорили о формах компаний, каким из них вы бы отдали предпочтение? — В соответствии с действующим законодательством, так как я являюсь государственным служащим, я не имею права говорить или рекламировать ту или иную форму собственности. Это все зависит от эффективности управления, руководства этой управляющей компании, каким образом они заключат договора с собственниками многоквартирными домами и как в дальнейшем они будут сотрудничать. Почему? Потому что тот договор управления, который заключается между управляющей компаниями и собственниками, это фактически тот договор, который регламентирует все взаимоотношения в будущем. Договор, как правило, заключается от года до пяти лет. Поэтому какая управляющая компания представит более качественные услуги и найдет взаимные интересы у собственников, та управляющая компания и будет управлять данным домом. А вот при выборе на что следует обратить внимание, какие требования предъявить к компаниям возможным, которые будут обслуживать дом? На сегодняшний день правительством Российской Федерации утверждены стандарты управления многоквартирными домами, в которых прописываются некие правила для тех, кто управляет тем или иным домом. В первую очередь я хотел бы обратить собственников внимание, это наличие офиса, постоянного персонала, который работает, уточнить, посмотреть у других собственников данная компания, где обслуживала или собирается обслуживать. Также повстречаться с руководством этой компании, каким образом организована аварийно-диспетчерская служба у данной компании, потому что это немаловажно. Ну и посмотреть материальную техническую базу и тот квалифицированный персонал, который будет обслуживать в том числе и внутридомовые сети. Несколько дней назад у нас прошла информация в Севастополе, нашумевшая, что без ведома жильцов 50 домов по улице Степаняна, Юмашевой и проспекта Революции Октябрьской пытаются передать на баланс частной управляющей компании. Насколько известно, выбор происходит только по добровольному согласию жильцов. Да, действительно, к сожалению, и в нашем городе отметились данные управляющей компании, это было и в других российских городах. К сожалению, не всегда правильно поступают те управленцы, которые таким образом заходят на рынок жилищной услуги. В жилищном кодексе и в гражданском написано, если какие-то конфликты интересов есть, а там есть действительно конфликт интересов между бывшим рэпом, новой управляющей компанией, которая якобы провела собрание и действительно есть протоколы, но по предварительной оценке экспертов данные протоколы и встречи с жителями, я лично встречался с представителями собственников данных домов в Гагаринской администрации, и они говорят о том, что они не участвовали в этих собраниях, они не хотят никакую частную компанию, именно вот ту, которая там в протоколах прописана. И якобы это были подписи, собранные немножко нечистоплотным путем, когда говорили, а давайте мы вам отремонтируем там в подвале трубы, вы подпишитесь за это или еще что-то, да, и люди, наши севастопольцы, достаточно доверчивые и хотели бы себе получить какие-то услуги дополнительные, шли на такие уловки. На сегодняшний день есть почти что от каждого дома заявление в прокуратуру, в государственную жилищную инспекцию, в правительство города Севастополя, и сегодня серьезно уже занимаются правоохранительные органы данными компаниями. Но дело в том, что в конечном итоге это собственники определяют, кто ими будет управлять. И есть два пути у этих собственников. Первое, быстро собирает новое собрание и выбирает... Да, быстро собирается общее собрание, действительно собрание, а не так, как было предыдущее, только один протокол и два-три человека подписали, и выбирает ту компанию, которая действительно есть на рынке и которая будет управлять этим домом. И второй способ это судебная защита, либо через государственную жилищную инспекцию, либо напрямую в суд заявление, что признать данное собрание недействительным, протокол недействительным, подписать может собственник, тот, который не участвовал в собрании, либо голосовал против. Заявление в суд, госпошлина, и я думаю, что суды будут на стороне собственников. Спасибо. Ну вот мы все... Ну не знаю, все... Мы ожидаем, что ситуация с 1 марта у нас изменится. Вот не всегда ЖЭКи оперативно и качественно обрабатывали обращения граждан. Мы все-таки ждем, что теперь ситуация в корне поменяется, но должны быть какие-то конкретные механизмы воздействия на управляющих компаний, чтобы у нас, ну как бы, чтобы состоялся, получить тот результат, который необходим жильцам. Ну, дело в чем? Дело в том, что в жилищном кодексе прописаны четкие обязанности и механизмы в плане того, что если что-то на взгляд собственников не выполняется, условия договора управления, либо некачественная услуга. Сначала, конечно, они должны обратиться в ту управляющую компанию, с кем заключили договор. Если их заявление не вызывало в действии и никаких мер не принимает управляющая компания, необходимо обращаться в государственную жилищную инспекцию, она находится в Гагаринской администрации, 204-206 кабинет, либо обращаться в муниципалитет, и муниципалитет точно так же может инициировать собрание по смене управляющей компании. Точно так же собственники, опять я говорю, что имеют право сменить управляющую компанию, либо обратиться в суд за своей защитой. Я бы хотел предостеречь наших севастопольцев в плане того, что с 1 марта будет манна небесная. К сожалению, тот жилой фонд, который у нас достался в наследство от предыдущих властей, и те недоремонты, отношения самих собственников, когда по итогам приватизации квартиры получили в собственность, и холят, и лелеют, и ремонты делают, а на общем имуществе, которое относится к их же собственности, только долевой, это наши крыши, подвалы, чердаки, наши любимые подъезды, как будто кто-то приходит, инопланетяне, и разрисовывает его. Мы же в этих подъездах сами живем, поэтому мы должны и следить за этим. Наши исписанные, обкуренные лифты. То есть вот это отношение как к своему собственному должно распространяться на весь дом? Совершенно верно. На подъезды, на пол, на весь... Это их собственность. Это не собственность сейчас государства, это не собственность города, это не собственность муниципалитета или еще кого-то. Важно перестраивать какое-то видение, отношение ко всему этому, чтобы... Пока люди не поймут, что это ихнее, и они будут относиться к этому как к своей квартире, к сожалению, ничего не будет. Власть может каким-то образом, так сказать, этот процесс немножко проявить интерес, либо еще что-то, какие-то преференции, может быть, появятся дополнительные какие-то программы, стимулирующие, либо ремонт дворов, либо ремонт подъездов. Но это программа будущего года, не этого, к сожалению. Есть ряд городов, когда власть говорила 50 на 50, 50% собственники собирают, 50% власть. И ремонтировали подъезды, устанавливали окна новые, пластиковые, и двери устанавливали. И когда через некоторое время заходишь в такой подъезд, а там картины, шторы, цветы, зеркала на межэтажных площадках, приятно приходить в этот дом. И стоимость этого дома, этой квартиры и в этом подъезде, я так думаю, что на несколько десятков, а может быть сотен тысяч больше, чем в другой такой же хрущевке или девятиэтажке. Ну, будем надеяться, что у нас в Севастополе в очень скором будущем мы будем наблюдать эту картину. Ну, я знаю, что некоторые севастопольские подъезды такие есть. А их немного, но они есть. И мы должны донести, может быть, сделать некий сюжет передового опыта. Или у нас есть... А были же дома, да? Да, в эти дома. И показать, каким образом люди сами своими руками, своим отношением сделали это. У нас есть товарищ собственников жилья, который сами пытается управлять своим имуществом. И свое отношение тоже можно было показать. И как в примере. Да, это интересно. Мы подумаем. Хорошо. Александр Алексеевич, скажите, если возникнут и остались вопросы какие-то у зрителей, возможно, Куда можно обратиться за разъяснениями? Ну, разъяснения у нас в Главном управлении жилищно-коммунальных хозяйств. Телефон 44-97-53. Но последние дни он работает на пределе. К сожалению, я не всегда нахожусь на месте и могу на все звонки ответить. Можно также на электронную почту направлять Главное управление ЖКХ. И в то же время я хотел бы пригласить, вот в частности, жителей Ленинского района. Мы сейчас проводим по району такие большие мероприятия. совместно со Школой грамотного потребителя в кинотеатр «Москва» 14-го числа в 10 часов утра. И там мы будем общаться, обсуждать общие вопросы, в том числе и конкретные вопросы граждан. Хорошо. В наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, за разъяснение. И до следующих встреч. А с телезрителями мы прощаемся. Наша передача подошла к концу. Но информационный канал Севастополя по-прежнему с вами. Смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова